Минздрав ПМР изучит динамику антител к коронавирусу. Исследовать на антитела будут медработников, перенесших инфекцию с начала октября. Ковид-статистика далее. Заболели 85 человек, выздоровел 101. Таковы главные цифры дня. В лабораториях накануне исследовано 519 проб, передает пресс-центр МВД. Всего с начала пандемии выявлено 29 740 заражений COVID-19. В карантинных госпиталях республики скончались жительница Паркан 61 года и пожилая терраспольчанка. У обеих осложнение на фоне коронавирусной инфекции. На сегодняшний день скончались 650 COVID-положительных граждан. Список выздоровевших в минувшие сутки пополнил 101 человек. Среди них и пациенты инфекционных госпиталей и граждане, проходившие лечение амбулаторно. Всего победили новый вирус 28 147 преднестровцев. А между тем, пандемия еще не отступила. Массовых мероприятий на ближайший месяц не планируется. Значит, День защитника Отечества, Мартишор и Масленица пройдут в режиме онлайн. Впрочем, такая тенденция сохраняется по всему миру. Даже традиционный венецианский карнавал в эти дни проходит в виртуальном режиме. Введенные в Италии ограничения запретили въезд в страну туристов, а также жители страны не могут свободно передвигаться между регионами. Вместе с итальянцами большой праздник могут увидеть и преднестровцы, сидя на диване. Онлайн-трансляции можно найти на официальном сайте и через аккаунты в соцсетях. Приднестровские же работники культуры ко встрече со зрителем готовятся. В первую декаду весны состоятся и концерты в рамках международного фестиваля искусств Мэртишор. Праздничные мероприятия организуют во всех городах и районах республики. 3 марта, к примеру, в Малом зале Дворца Республики состоится сольный концерт государственного коллектива «Либерти», сообщает информагентство новости Приднестровья. 6 и 7 марта состоятся первые спектакли в столичном драмтеатре. В связи с пандемией коронавируса залы будут наполнены лишь на треть.